Добрый день друзья! Многие мои зрители мне буквально засыпали вопросами, почему я не комментирую и не выпускаю видео о том, как двух девушек высадили из автобуса. Причем высадили прямо на трассе, прямо посреди дороги. И только за то, что они потребовали у водителя автобуса выключить просмотр российского сериала, который смотрели пассажиры автобуса. И вот я все-таки решил записать это видео. Хотя понимаю, что видео с такой тематикой вызывает раздор между зрителями, поскольку это довольно-таки щекотливая тема. И еще, я решил записать это видео, потому что мне уже надоело смотреть, когда появляются так называемые ура-патриоты, которые постоянно рассказывают украинцам, какую музыку им слушать, какие фильмы смотреть, какие театры ходить и так далее. Одним словом, давайте сначала поговорим о самом инциденте. Итак, в маршрутном автобусе, следовавшем из города Луск в Киев, замечу, с западной части Украины. Так вот, в автобусе на экранчике монитора показывали российский фильм. И вот в этом автобусе ехали некие Ярина Черногуз и Настена Конфедерат. Кстати, я так и не понял, Конфедерат это погоняло или это у нее действительно такая фамилия. Так вот, увидев, что в автобусе пассажиры смотрят фильм на русском языке, они подошли к водителю и потребовали в ультимативной форме, чтобы он прекратил показ фильма на русском языке. При этом весь разговор с водителем они записывали на мобильный телефон. Я посмотрел это видео, как это все происходило. Это видео у себя на фейсбуке выложила этот Черногуз. Автобус. Качество там ужасное, поэтому я его показывать не буду. Вы можете зайти и посмотреть его в сети. Я в самом начале хочу обратить ваше внимание на один момент. Я вот ставлю себя на место водителя. Как бы я повел себя в этой ситуации? Вот смотрите, я водитель. Веду не просто автобус, а автобус с пассажирами. То есть я в какой-то мере несу ответственность за их жизни. Мое внимание сосредоточено на дороге. А мы все знаем, что Украина лидер в Европе по количеству ДТП на дорогах. Тем более, что это было уже вечернее время. То есть темное время суток требует от водителя дополнительной концентрации. И вот все твое внимание сосредоточено на дороге. А в это время к тебе подходят две девушки и начинают тебя отвлекать. Да еще снимать тебя на телефон, тыкая его тебе прямо в лесу. Вот скажите, какая ответная реакция должна быть у водителя? Конечно, в какой-то мере агрессивная. Какие могут быть тыканье телефона водителю в лесу, если он целиком и полностью сосредоточен на дороге? Но вернемся к нашим героиням. Они, подойдя к водителю, потребовали выключить фильм. Потому что он шел на русском языке. Они мотивировали свою просьбу тем, что только что вернулись из зоны боевых действий и очень скоро поедут туда-обратно. И поэтому им гадко слушать российский телепродукт. Теперь давайте поговорим о действиях водителя. Он ведь прекрасно видит в зеркало салона, что пассажиры смотрят фильм. И поэтому вполне резонно говорит. Люди ведь смотрят кино. Спросите у них. Если они не против, я выключу. Когда эта черногуз спросила мнение пассажиров, то четко было слышно их возмущение. Но затем она предложила, чтобы пассажиры проголосовали. И вот после этого было слышно, как ее в буквальном смысле слова послали на три буквы. Вполне логично было бы, если бы эти черногуз и конфедерат, поняв, что люди все-таки хотят смотреть фильм, вернулись на свои места, всунули себе в уши беруши или надели наушники и продолжали свое путешествие. Но нет, они уже обратились к пассажиров с ультиматумом. Мол, если вы не согласны выключить фильм, то мы тогда вынуждены будем потребовать, чтобы нас высадили с автобуса посреди дороги. На что пассажирам ответили, это ваше право и ваш выбор. Что в дальнейшем и произошло. Водитель, замечу, по их требованию остановился и по их требованию высадил их посреди дороги. А теперь скажите, а что нарушил водитель? По-моему, ничего. Они попросили, и он выполнил их просьбу. А теперь смотрите, Украина ведь стремится в Европу. Как бы поступил водитель в подобной ситуации в европейском государстве? Он моментально бы связался с полицией, что ему мешает управлять автобусом, и этих двух девушек буквально через 15 минут уже приняла бы полиция. Но так бы поступили в цивилизованной стране. Но у нас ведь бал правят ура-патриоты. Вот когда я вижу таких людей, как эта Ирина Черногуз, я, честно говоря, не понимаю одного. Она ведь живет в Украине. И что, она до сих пор не знает, что половина, а то и больше населения Украины говорят на русском языке? И говорят не от того, что они очень любят Россию, а просто из-за того, что они на этом языке, говорят с детства, что так исторически сложилось, что у них в семье все издавна говорят по-русски, что их родители говорили по-русски, что они в конце концов сны видят на русском языке. И это при том, что большинство этих украинцев никогда не были в России. Вот если конкретно говорить о людях старшего поколения. Смотрите. Я в свое время, еще во времена Советского Союза, учился в Киеве, в украинской школе, где только на уроках учителя говорили по-украински. А на переменах и в жизни все говорили по-русски. Первое высшее образование я получил в Полтаве, где половина предметов нам преподавали по-русски. И ни один преподаватель не разговаривал вне уроков на украинском языке. Службу в рядах Советской Армии я проходил в Москве, где, естественно, все говорили по-русски. Конечно, я знаю украинский язык, но по жизни мне намного удобнее говорить по-русски. Кроме того, когда летишь в самолетах на дальние расстояния, то перед каждым пассажиром расположен монитор, где можно посмотреть фильмы. И там есть фильмы на английском, французском, немецком, испанском и многих других языках. И в том числе на русском языке. Но украинского языка там нет. Так что, если ты не знаешь иностранного языка, то что, демонстративно будешь лететь, допустим, 10 или 12 часов и не смотреть фильмы? Понятно, что это глупость какая-то. И кроме того, а что эти две черногузы конфедерат не знают, что там, где они проходят службу, украинские бойцы смотрят российские фильмы? И многие из украинских военнослужащих говорят на русском языке. И при этом они Украину любят не меньше, чем эти черногузы конфедерат. Но давайте посмотрим, как дальше развивались события. Эта черногуз выложила свою версию происходящего в Фейсбуке. А возможность связалась в Киеве с местной школотой. Одним словом, по приезду в Киев водители должны были встретить представителей СИ-14 и других радикальных организаций. И эта Ирина Черногуз даже похвасталась у себя на странице в Фейсбуке вот такими фоточками. Но вот скажите, мы вот такие картинки с праздно шатающимися нациками по Киеву могли пять лет наблюдать при президентстве Порошенко. Теперь уже президент Зеленский. Так почему ничего не меняется? Вот скажите, что эта толпа хотела объяснить водителю? Или давайте я поставлю вопрос по-другому. Вы когда-нибудь видели, чтобы они разбирались один на один? Никогда. А когда они остаются одни, то сразу начинают кричать «Мама, вызывай ментов!» И вот в прессе прошло сообщение, что компания-перевозчик, который принадлежит данный автобус, назовем ее «Рога и копыта». Я даже не хочу указывать ее название, чтобы ее не рекламировать. Одним словом, эта компания очень оригинально отреагировала на заявление этой черногуз. У себя на странице в фейсбуке представители компании написали буквально следующее. «Мы только что узнали ситуацию, которая возникла в автобусе и, мягко говоря, шокированы поступком водителя. Во-первых, администрация выдает на каждый автобус флешки с украинскими фильмами. Поэтому нам на данный момент непонятно, как российский фильм появился на экране автобуса. Во-вторых, нас очень удивила реакция водителя, который отказался выключить сериал по просьбе девушки. И также они вынесли свои официальные извинения за недостойное поведение водителя. Короче, стало понятно, что руководство этой фирмы просто, мягко говоря, испугалось. Видимо, они просто побоялись, что к ним в офис могут нагрянуть с разборками местные ура-патриоты. И дабы избежать скандала, они просто-напросто решили не разжигать конфликт. И вскоре они выложили в сеть информацию, что данный водитель уволен с занимаемой должности. А вот мне интересно, вот когда человека увольняют с работы, то в трудовой книжке обязательно делают запись. Ну, допустим, уволен по статье 38 к зоту Украины по собственному желанию. Или другая статья Кодекса Законного Труде уволен по соглашению сторон. И вот я бы очень хотел узнать, а по какой статье уволен водитель автобуса? За то, что отказался выключать сериал в салоне автобуса? Или за то, что позволил отвлекать себя от выполнения своих служебных обязанностей? И еще, вы знаете, меня просто удивляет, что вот эти две девушки почему-то возомнили себе, что не является истинной от последней инстанции, что именно они правы. А вот все остальные пассажиры автобуса это продажные сепары, которые смотрят сериал на русском языке. То есть, получается, что пассажиры должны смотреть строго украинские фильмы. А какие? Вот если копнуть глубже, скажите, а где сейчас находится украинский кинематор? По-моему, ответ один. В глубокой жо. Вот ответьте себе на вопрос, так как какие сейчас украинские фильмы вы посмотрели бы с удовольствием? Я лично таких не знаю. И еще, я как бы не очень хотел поднимать эту тему, но одна из этих девушек, которые мешали водителю управлять автобусом, а именно Настена Конфедерат, как оказалось, является ярким представителем лица нетрадиционной ориентации. А ведь мы помним, как представители Си-14 нападали на представителей ЛГБТ-сообществ. Так что получается, нам ее за это тоже нужно преследовать или презирать? Конечно, нет. Это в первую очередь ее личная жизнь, ее личное дело. И я считаю, что здесь никто не имеет права вмешиваться в эти вопросы. Вот то же самое касается языка. Это личное дело каждого, на каком языке ему говорить. Ну, в общем, на этом, наверное, пока все. Подписывайтесь на мой канал. Всем всего самого наилучшего. До новых встреч!